Русскую смекалку никакими санкциями не возьмешь. Какие-то проблемы с Apple? Плевать. Суровые ребята из Тюмени разработали шикарную альтернативу AirPods. Тюменские беспроводные наушники CGPods. О CGPods пишут Комсомольская правда, Коммерсант, Боков, гость в интервью известных блогеров. СМИ признают, CGPods лучшие наушники из всех недорогих и самые недорогие из лучших. Они обгоняют по объему продаж гигантов вроде Sony, Huawei и Apple. Секрет успеха CGPods в философии реальной ценности. CGPods продается по честной прямой цене от производителя за 5490 рублей. В 4 раза дешевле американских Apple AirPods, хотя по качеству тюменцы не уступают яблокам. У CGPods микрофон тот же самый, что и у дорогих AirPods. Звучат тюменские уши лучше яблок. У CGPods самый большой динамик в мире. И антропометрически выверенная форма. Они не жмут в ушах и не давят. А благодаря грамотной развесовке ножки наушника не выпадают даже при активных движениях. CGPods работают без подзарядки 24 часа. Это дольше, чем дорогие AirPods. У классических тюменских CGPods есть влагозащита. Наушники можно мыть и мыться в них. Кейс CGPods из профессионального авиационного алюминия. Выдержит 220 кило нагрузки. CGPods есть в черном и белом цвете. Заказывайте CGPods на официальном сайте. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Там же код Косарев10 на скидку в 200 рублей. Друзья, привет! Оказывается, история с яйцами получила неожиданное продолжение. В прошлом видео я сказал, что либералы говорят полуправду, имея в виду как раз-таки новость про яйца. Но на самом деле эта новость, это буквально одна бабка сказала. Потому что не продавали яйца по паспорту. То есть эта новость выдуманная. Мне написал подписчик из того самого Билибина. И рассказал, что на самом деле произошло. В общем, был период, когда у них действительно была нехватка яиц. И вот в этот период пришла женщина. Хотела купить пять десятков яиц. На что продавщица ей сказала, мол, нет, тетя, давай не сейчас. После чего, когда приехал губернатор на встречу с жителями, она вспомнила эту историю с яйцами и рассказала ему. И кто-то из толпы просто крикнул. Скоро по паспорту будут продавать. Ну, видимо, недовольная толпа была, да, там возмущались. И в процессе вот этого бурного обсуждения прозвучала эта фраза. После чего местный в Рио губернатор у себя в соцсетях написал, что приехал в регион, да, пообщался с людьми. Люди жалуются, проблем много. И одна из проблем это как раз таки нехватка яиц. И люди рассказывают, что надо их покупать по паспорту. Мол, надо срочно решать эту проблему. И проблему действительно надо решать. Суть не в этом. Суть в том, что кто-то что-то из толпы крикнул. В Рио губернатора приукрасил. И на выходе получили вот это. Наконец-то в нашей стране начали продавать яйца по паспорту. Это же прям игра из детства. Сломанный телефон, да? Кто-то что-то крикнул. Кто-то приукрасил. Ну и по итогу получили, что надо брать паспорт, когда ходим в магазин за яйцами. Вообще я уже давно наблюдаю за этим либеральным движем, да? Либеральным. И не перестаю удивляться. Например, Назаров. Очередной артист со светлым лицом, который заработал состояние в России. Но как только настали, скажем так, тяжелые времена, сразу умотал на запад, во Францию. И оттуда стал поливать Россию грязью. И у меня нет, типа, какой-то злобы к людям, которые уехали и уехали, да? По разным причинам люди могут уехать. Но вот когда они уезжают, попадают в этот цветущий сад, и для них уже русские, азиаты, арабы, чернокожие, они уже какие-то не такие. Ведь там, на западе, это цивилизация. А тут у нас какие-то грязные русские, вот эти вот желтые китайцы, какие-то странные чернокожие. И ведь я сейчас даже не преувеличиваю. Назаров записал видео. Как непросто служить на китайской границе. Непонятны китайские желтые лица. Непривычны с прищуром глаза у китайца. Необычны их желтые мелкие пальцы. Если кому-то показалось, что это расизм, то да, это расизм. Он стоит или сидит и оскорбляет целую нацию. Сначала китайцев, дальше начнет оскорблять русских. И для них это типа, ну, норм. Ха! Посмотрите, вот эти вот непонятные желтые китайцы, какие-то там рабы русские. Ну, а чуть дальше будет об этом. Но сотрется граница с китайской общиной. Территории наши достигнут Пекина и вольются в семью наших братских народов миллиарды людей незнакомой породы. По сути, это стандартная либеральная телега о том, что Китай сейчас нападет, но сделана в такой российской мерзкой форме. Защищать от собратьев границу не надо. Есть другие границы, которым мы рады. Там скорее дадут ордена и медали. Веселее служить. Мы давно не стреляли. Наконец-то мы будем и пьяны, и сыты. Все границы восточные наши открыты. Биллиарды в полях там возьмутся за дело. Будет рисовый рай. Нам пшено надоело. Типа мы отвернулись от запада, да? И запад, наверное, нам давал пшено, по мнению этого оленя. И повернулись к Китаю. И там нас уже будут кормить рисом. Ну, посыл именно такой, да? Будем сою растить до и после Урала. Все заменит она. Нас гречиха достала. Да, и будем получать миска риса и стакан соя. А могли бы пшено есть, если бы лизали жопу западу? Жигули наши станут немного раскосы, но в огромном количестве с бешеным спросом. Будет много айфонов, возможно, 20-х, и причем не дороже в юанях зарплаты. Только надо учить всем китайскую мову. О, пооскорблял китайцев, ну и теперь пора и русских пооскорблять. Потому что, ну, как так, да? Одних китайцев и без русских. Чтобы к новому братцу все были готовы. Шида Синьшан, конечно. А также Ду Се. То есть, да, господин. Понимаете, да? Русские будут учить на китайском, как будет, да, господин, спасибо, господин, за айфоны. Ну, эти ребята ориентируются на себя. Вот они как видят, вот как они чувствуют, да? Так они и говорят. Но, ребята, это ваша логика. Это вы трепещете перед западом и готовы башмаки им, я не знаю, лизать, наверное. Не просто вытирать. Поэтому думаете, что, типа, отвернулись от запада, смотрим на Китай и будете, мол, на коленях ползать. Но нет, ребята, это именно ваше рассуждение. И спасибо вам всем. И, конечно, простите меня, дурака, по-китайски несложно. Юаль наль шагуа. Би-да-ё означает не бейте меня. Блин, какой же мерзкий русофоб и расист. Я, когда смотрел кухню, я даже и представить не мог, что там столько гнили в этом актере. Эти новые знания в мозге храня. Мы полюбим и сердцем Китай не спеша. И забудем Европу, а с ней США. Вот что корёбит этих людей. Русские не захотели присмыкаться перед Европой и США. Ну, а так как у них, типа, вызывает это диссонанс, типа, как так? Как-то не лизать жопу западу. Не, ребят, ну что-то вы какие-то вообще прям не такие. Не такие, как мы. Мы-то люди со светлыми лицами, мы лучше знаем, кому жопу лизать надо. Но суть-то тут в том, что это ваша тусовка так называемых либералов рассуждает категориями присмыкания. Для вас даже невдомёк, что можно не присмыкаться ни перед кем. А все эти российские заявления, ну так я думаю, что если бы эти люди имели какую-то реальную власть, они бы реально ходили со штангенциркулями, да, и смотрели, так, у этого череп какой-то не такой, а у этого разрез глаз какой-то узковатый, а у этого пальцы короткие, они бы реально ходили бы и я не знаю, что бы делали. Блин, вот насколько мерзкие люди бывают. Что думаете, друзья, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, там мы обсуждаем разные темы и даже те, которые на ютубе обсуждать нельзя. Ну и если хотите поддержать меня финансово, то можете подписаться на Бусти. Буду очень благодарен. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok